У черта на куличиках забытый богом уголок. Так сегодня самарцы называют поселок Мясокомбинат. Чтобы добраться до частного сектора за заводским шоссе, надо преодолеть несколько километров промышленной зоны. Жилые дома начинаются там, где кончается дорога. Раньше эта территория была излюбленным местом отдыха всех жителей поселка. Здесь было сразу шесть озер. Сейчас все они засыпаны строительным и бытовым мусором. Его везут сюда незаконно со всех окрестных районов. До ближайшей санкционированной свалки полтора часа езды. А потому, желая сэкономить свое время и бензин, водители Камазов везут мусор сюда. В итоге здесь появились вот такие горы мусора. Сейчас они под снегом. Но когда он начнет таять, вода вместе с отходами хлынет в реку Самара. У нас поселок вообще экологически неблагополучный. У нас очень много онкологических заболеваний. Даже сам онколог говорит, а вы поселок, да у вас одна онкология. Правильно, нам на Самарку все везут. Там и ртуть, там чего только нет. Сама санэпидемстанция говорит, у вас там чего только нет, какой гадости. Элементарных контейнерных площадок в поселке тоже не хватает. Как мы вот в 2008 году обратились к Куртикову, была приемная, я отвезла 105 подписей. Вот нам две площадки сделали, большие нигде не сделали. Площадок нет, а платить платите. 50 рублей с человека в месяц. Мы что, не люди, что ли, в этом поселке живем? У нас 3000 с лишним, наверное, здесь жителей в поселке. Светлана Лаврентьева в этот поселок переехала три года назад из тесной городской квартиры. Сначала радовалась расширению жилплощади, теперь не знает, как отсюда уехать. Около ее дома выросла свалка. Весь мусор сваливается прямо на дороге, вдоль всей дороги. Вот как идешь на Самарку, нам приходится все время проходить мимо этой свалки. Мы гуляем в сторону Самарки, ходим, все лето. И запах неприятный, и зимой, и летом запах. При этом за вывоз ТБО местные жители платят ежемесячно. Жалуются без подписания договора о вывозе мусора в районной администрации. Им не дают ни одной справки.